Кабала Свыше дают испытания Только в меру нашей готовности То есть мы будем говорить о том Какие у нас есть Помехи или препятствия в пути Или средства для их преодоления Целенаправленные нам заданные И какие нам надо делать усилия И какое преодоление Для того чтобы продвигаться Вы помните о том Мы с вами уже не раз об этом говорили Что в чем особенность Кабалистической методики Это мы с вами понимаем Мы с вами прекрасно понимаем Кабала это описывает Что все состояния Которые проходит человек в своем развитии Внутренние состояния Они заданы изначально замыслом творения Они все находятся в корне души Каждого из нас Каждый из нас является частичкой Разбитой этой души И фактически он как бы Поднимается к своему корню И таким образом налаживает связь Со всеми остальными частичками Разбитого творения И применяет с помощью собственных усилий С помощью правильных действий По отношению к творцу К свету Применяет как бы эту методику Для того чтобы Свойства творца Нас соединили Чтобы мы как бы Пролучили Ощутили Вот это ощущение Единства творца Которое мы не можем ощутить Будучи разбитой частичкой Вот в чем вся наша проблема В том что Когда мы ощущаем себя Из своего эгоистического я Маленького Маленькой разбитой частички Да У нас искаженная Картина восприятия реальности Вообще всего мироздания У нас нет ощущения Свойства отдачи И У нас Естественным образом Мы как бы Включаем Все свои желания Только для того Чтобы наполнять их По отношению К этой маленькой разбитой точке А нам надо ее поднять На уровень Единой души И вот в этом Вся наша работа Все наше преодоление Вот давайте Почитаем отрывочки Посмотрим Что конкретно Нам надо делать Для того чтобы Прийти к совершенному состоянию Исправленному состоянию Да Итак Первый отрывок Все Что дают Человеку свыше То есть Все испытания Все что нам дают Для преодоления Дают только В мере И в меру Готовности к получению То есть Усилия исправления Исправленные желания Сами обращаются Светом Усилие человека Порождает в нем Желание И потребность того Чтобы помог ему Творец Выйти из этого эгоизма В котором он создан И из которого Пытается вытащить себя сам Ценой огромных усилий Но если бы не это усилие То не возникла бы Потребность в помощи Творца И именно затраченный труд Дает человеку Одеяние Подобие свойств высшему Одеяние В котором Творец Сможет раскрыть себя Пишет нам Рабаш Вот О чем здесь Мы должны Как бы для себя Представить конкретно В чем наши усилия Вы видите То есть Во-первых Нам говорят так Что нам не дают препятствий Которые мы не можем преодолеть То есть В меру Готовности к получению Дают нам Соответственно И возможность Проявить усилия И сделать исправление То есть О чем это говорит Что мы с вами Все состояния заданы И для того Чтобы каждый из нас Поднялся на следующую ступенечку От него требуется усилие Правильно сделать действие Внутреннее Какое-то И Нет повода Для разочарования Поскольку Перед нами Это препятствие И есть Которые мы должны преодолеть Дают нам его Только в мере Нашей готовности То есть Если бы мы не были готовы К преодолению Нам бы не дали эту помеху Нам бы Оставались с вами На какой-то Нижней Там ступеньке Не такой высокой Как бы Не такой Продвинутой Который мы сейчас стремимся Поэтому Это нам дает Уверенность Что мы найдем Возможность Преодолеть Любое препятствие А второе Вот этот важный посыл Что усилие человека Порождает потребность Чтобы помог ему Творец То есть Мы с вами Конечно Делаем сами Усилие Но Творец так все устроил Что без него Сделать ничего нельзя То есть Как бы мы даем Свои пол Как в Кабале написано Пол шекеля Для духовной работы А Творец Дополняет нас Высшим светом Поддержкой На правильное усилие На правильное усилие Поэтому Мы всегда должны помнить Что сами по себе Мы не справляемся Мы фактически Обращаемся к Творцу То есть Делаем все Что в наших силах И обращаемся К Творцу за поддержкой В каждом состоянии Которое мы проходим Вот И таким образом Труд наш дает Одеяние Подобие свойств Высшему В котором Творец Сможет раскрыть себя То есть Мы Таким образом Все точнее Точнее Угадываем Нащупываем Впитываем Ощущаем Какое-то свойство Творца Которое мы должны Научиться Проявлять Научиться Ощущать В этом состоянии Для чего нам даются Все эти ступеньки Чтобы мы Учились свойствам Творца Учились их применять Учились их Пробовать К себе Учились Вот в эти одеяния Облачаться Высшего Да Вот И Учились Просить У Творца Того Что мы не понимаем И не ощущаем Пока сами То есть Чтобы он дополнил Наши это усилие Ну сейчас Немножко подробнее Говорим В чем оно еще Будет заключаться Конкретнее Дальше Следующий отрывок Всякое преодоление В работе Называется продвижением В работе Творца Как монета К монете Собирается В крупную сумму Так и преодоление Собирается До определенной степени Нужной Чтобы стать сосудом Для получения Высшего наслаждения Преодоление Означает Что берем Часть сосуда Получения И вводим В сосуд отдачи Это что значит Это значит Мы хорошо себе Представляем Духовную лестницу Мы ее изучаем Лестницу этих Ступенечек Состояний И понимаем Чтобы мне Подключиться К высшей ступени Более высокой Н плюс 1 Я нахожусь На ступени Н А мне надо На Н плюс 1 Подняться Да Я должен Брать Часть сосуда Получения И вводить Сосуд отдачи То есть я как бы Подтягиваю Свою Желание Получить Свойство отдачи Сосуд получения Высшей ступени Включаю его В хаб высшего Так называемый Да Это работа По ступенечкам Мы ее Тоже учимся Ощущать Нащупываем И соответственно Получаем Постоянно опыт Дальше Усилия Которые Прикладывает Человек Это только Подготовка Для того Чтобы прийти К состоянию Полного Самопожертвования Называется Масерут Нефиш То есть Преданность Души А потому Должен Приучить Себя К постоянному Самопожертвованию Ведь невозможно Овладеть Ни одной Духовной Ступенью Не овладев Прежде Этим Свойством Поскольку Именно Это свойство Позволяет Войти На любую Ступень То есть Наш эгоизм Для того Чтобы Продвигаться К Творцу Вот Поэтому Мы Привыкаем К этому Самопожертвованию Приучаем Себя К нему Но Это не значит Что мы Как-то Вот Знаете Как Иногда Примитивно Люди Все вокруг Отдаем У нас Ничего Не остается Себе Не остается Нет Мы Говорим О том Что мы Прежде Всего Мы Сейчас Уточним Поглубже Это понятие Мы Как бы Жертвуем Именно Эгоистическими Своими Желаниями А поддерживаем В себе Эльтруистическую Составляющую Да И таким Образом Таким Образом Все время Цепляемся За свойства Творца Пытаемся Их Применить Над Сопротивлением Эгоизма Это Очень Важно И это Позволяет Именно Зайти на Любую Ступень Вот это Преодоление Собственного Эгоизма Который Нам Очень Важен Если Бого Не было Ничего Еще Было Преодолевать Вот Ну и Наконец Такое Еще Есть Кусочек Важный Для Нас Не Верь Утверждающему Что прилагал Усилий Но не Нашел Желаемого Найти Нужно Благоволение Творца Не Верь Утверждающему Что нашел Без Всяких Усилий В Духовном Хотя Его Достоился Благоволения В глазах Творца Все равно Обязан Заплатить Полную Цену То есть Вложить Ту же Меру Усилий Которую Прикладывает Каждый И если Не выдает Ту же Меру Усилий Теряет Кли Поэтому Говорит Не Верь Говорящему Что нашел Без Усилий Потому что Все Теряет Поэтому Обязан Затем Отплатить Полную Меру Усилий Своих Что Здесь Важно Для Нас Вот Обратите На Это Внимание Что Обязан Заплатить Полную Цену То есть Вложить Меру Усилий Которую Прикладывает Каждый Чтобы Преодолеть Собственное Сопротивление И включиться В новый Уровень Связи Между Нами Вот Это Очень Важно В чем Вот Мы Постоянно Говорим Усилие Преодоление Сопротивление Эгоизм В чем Это Сопротивление В чем Этот Эгоизм Нам мешает И что В чем Мы Собственно Говорим Усилие Только В отношении К Ближнему То есть Отношении К товарищу Отношении Нашей Группе К нашим Одиномышленникам К людям Вообще То есть Эгоизм Постоянно Заставляет Нас Не двигаться А спрятаться В какую-то Норку И тихо Сидеть Вообще Не двигаться И желательно Замереть Или даже Умереть Чтобы Не подставлять Себе Под высший Свет Как только Мы начинаем Движение В сторону Творца В чем Это движение Заключается Вот иногда Спрашивают А что за Движение Что это За работа Что это За усилие О чем Оно Собственно Говорится Так вот Мы должны Четко Понимать Что это Только Обоговорится Об одном Мой Эгоизм Сопротивляется Чтобы я Проявил Свойства Творца По отношению К другим Людям По отношению К товарищам Прежде всего Значит Я должен Объединиться С ними В этом Усилии Сблизиться На основе Свойства Творца То есть Проявить Свойства Любви Проявить Свойства Отдачи По отношению К товарищам Над эгоизмом Который Нас разделяет И если Мы это С вами Начнем Делать Или будем Те кто Делает Те это Прекрасно Понимают Насколько Это сложно Но Насколько Это возможно То все О чем Мы здесь Говорили Нам не дают Больше Чем мы Можем Преодолеть Мы всегда Готовы Как бы Пожертвовать Своим Эгоизмом То есть В той степени В которой Нам дают Сопротивление Мы готовы Им пожертвовать Нам только Приложить Надо усилие То есть Не согласиться С эгоизмом Подняться Над ним Сделать Шаг Вперед Открыть Как бы Своё сердце Выразить Свойства Любви Отдачи Над тем Что Нас Разделяет Вот это Очень важно Потому что Обывательское Представление Что вот Если бы все Были такие Как я Или такие Как я бы Хотел Чтобы они Были Тогда было Все в порядке И каждый Как бы Старается Сделать так Чтобы люди Стали такими Как хочет Он Вокруг него А такого Не получается Получается Наоборот Люди Все разные И значит Реакция Эгоизма Это от них Убежать Они мне Все не нравятся Они все Плохие Они все Думают Не так Как я Они хотят Не то Что я Они считают Не так Как я Относятся К жизни Не так Как я И таким Образом Я считаю Нет Мне с ними Делать Нечего Я себе Поищу Может быть Единомышленников Каких-то Союзников И это Неправильно То есть Правильно Тоже Понимать Что люди Все разные И будут Разными И еще Сколько бы я Не искал Вокруг себя Людей Они всегда Будут Разными А в чем Мы единомышленники Только в том Что должны Добиться Свойства Творца В наших Отношениях Проявление Любви Вот этим Сопротивлением Поэтому Наша Работа Не искать Хорошеньких И добреньких Вокруг себя А объединяться С теми Кто стремится К Творцу При этом Они могут быть Жесткими Принципиальными У них на все Есть точка зрения Я не согласен С ними По многим вопросам Но Он стремится К Творцу И я стремлюсь К Творцу Значит я должен С ним объединяться В общих усилиях Я должен По отношению К нему Прежде всего Проявлять Свойства Любви Отдачи И преодолевать Свой эгоизм И вот это Делать преодоление И усилие К тем Кто идет Со мной К одной Цели Вот это Самый главный Принцип Который мы Стараемся Отодвинуть В сторонку Вот это Принципиально важно Обратите на это Внимание Вот если Есть вопросы Давайте обсудим В комментариях Под видео Вот если Есть какие-то Соображения Давайте вместе Поделимся И дальше Будем Продвигаться Вместе И помогать Друг другу В этом Продвижении Всего вам Доброго Продолжение следует... Продолжение следует...